В Мурманской областной филармонии стартовало седьмое всероссийское совещание органной секции. На протяжении трех дней 20 специалистов и музыкантов из разных регионов нашей страны обсудят актуальные особенности развития органного искусства, проведут органный марафон и дадут концерты для северян в Большом зале филармонии. Общая задача – показать зрителям, что современный клавишный инструмент – это часть музыкальной культуры России. Не каждый регион, а тем более не каждая филармония может похвастаться наличием такого уникального инструмента, как орган. А у нас орган звучит, звучит и звучит. Звучит в концертах, которые делает сама филармония сегодня. Ирина Александровна, которая приехала к нам, руководитель музыкальной секции органной музыки, я передаю ей слова благодарности, что уделили такое внимание именно нашей Мурманской области, потому что сегодня пройдет и деловая повестка, специалисты обсудят насущные вопросы, проблемы. Ну а самое главное, что нас вдохновляет, что нас воодушевляет – это, конечно, классическая музыка. Мы сегодня смотрим седьмой орган Российской Федерации. Так что мы очень рады, что мы собрались небольшим составом, но это самые лучшие органисты. Это, как правило, лауреаты международных конкурсов и лауреаты премии «Органист года». И мы сегодня посещаем Мурманск. У нас сегодня проходит седьмая секция, органная секция. И мы надеемся, что после нашей секции, которую мы сегодня проведем успешно, в Мурманске появится свой штатный орган. Музыканты отмечают, сложность этого инструмента в том, что его нельзя взять с собой. Как правило, сами артисты едут туда, где есть орган. Например, лауреат премии «Органист года» Тимур Халиулин родом из Ижевска. Но клавишам пришлось переехать в Белгород. Помимо игры на органах, ведет про их устройство свой блог. Заглянет и внутрь Мурманского. Когда я впервые услышал орган в Петербургской консерватории, я понял, что это поле абсолютно непаханное. И здесь очень много чего можно открыть. А мне всегда привлекало то, что неизведанно. Вот орган мы каждый год открываем. И открываем для российской публики, для российских композиторов, для российских любителей музыки. Для нас до сих пор казалось, что орган – это инструмент такой инерционный, с европейской культурой, католический, лютеранский. Вот мне хочется сказать, что это уже наш инструмент. Так же, как когда-то скрипка и орган пришли к нам из Европы, сегодня это неотъемлемые элементы нашей российской культуры.